Привет, ребята! Сегодня на обзоре коробка для воблеров Косодака Тиби 1100. Каждый спиннингист обязательно думает, где лучше всего хранить воблеры, твистеры и прочую рыболовную утварь. На самом деле способов хранения масса. Можно купить коробки для инструмента, различные строительные коробки. Такие вот, к примеру. Но это не очень удобно, потому что путаются приманки, крючки друг с другом при доставании нужного воблера. Существуют, естественно, специализированные коробки, боксы, к которым относится как раз бокс от Косодака. Коробка ценна тем, что в ней можно хранить 14 крупных воблеров. То есть имеет 14 крупных отсеков, по 7 с каждой стороны. Ну, естественно, можно хранить и более мелкие воблеры, железо, силикон. Довольно прочный пластик. Сбоку имеется гибкая резиновая ручка. В состоянии покоя она выпрямлена и прижата к торцу. Легко поддевается пальцами. И можно переносить коробку, просто держа ее за ручку. Можно ручку демонтировать, при желании, если она не нужна. Она быстросъемная. Габариты коробки 273 на 167 и на 45 мм. Крышка каждой стороны закреплена надежными фиксаторами. Довольно надежно зафиксируется, без болтаний и люфтов. Крепко сбитая. Каждая сторона коробки имеет 7 отсеков. В коробке можно разместить до 14 крупных воблеров. Максимальной длиной 160 мм. Вот как раз. Такие вот. Крупные воблеры. Единственное, есть ограничение, что воблеры шириной 3 см, 30 мм в высоту, и с большой лопатой, уже не заходят. Сейчас продемонстрирую. Вот. Та же любимая в 7 канатах. Уже, к сожалению, не умещается. Крупный воблер от фирмы Storm. С большой лопатой тоже. Из-за высоты тела. А Mino, обычный Mino, со средней высотой. Те же MaxQuad, к примеру, прекрасно вмещается в данной коробке. Коробка является специализированным боксом для средних и крупных воблеров. Естественно, можно в нее разместить что угодно. Силиконовые приманки и вращающиеся блесны. Воблеры размером от 90 до 130, ну и более мелкие, вольтом прекрасно ложатся. Очень вместительный бокс. Как говорится, на все случаи жизни. С каждой стороны есть узкий отсек. Можно разместить либо блесны, либо поводки металлические. Что ценно, имеются вентилируемые отверстия для каждого отсека. То бишь, положив мокрую приманку, мы не будем обеспокоены тем, что у нас через какое-то время покроется ржавым налетом фурнитура воблера. Потому что влага испарится. То есть, есть отвод влаги. также отмечу оптимальную форму ячейки. Обратите внимание от такой треугольной формы. И вдоль всего дна есть канавка, в которую как раз ложатся тройники приманки. И приманка надежно фиксируется в коробке. То бишь, не шатается. Не царапая свои бока. Ну и соответственно, так как для каждой приманки своя ячейка, не царапая соседей. Вот видите, как они четко ложатся. также бокс имеет пластиковую проушину. Благодаря которой можно пристегнуть коробку к рюкзаку и зафиксировать четко. Защелки четко фиксируют крышку. Крышки не лифтят. Очень надежно. Стоимость коробки порядка 550-600 рублей. Ну в среднем 550. Очень неплохая цена для такого емкого бокса. Пару таких коробочек закрывают довольно весомый арсенал, который с собой необходимо взять в дальнюю рыбалку. Интересный бокс. Качественный. Крепко сбитый. Прочный. Обзор подготовлен. Специально позаказываю в магазин. всем пока.